Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выясняем у экспертов. Не справились с самым титулованным клубом России. Баскетболисты Самары проиграли московскому ЦСКА. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями Куйбышевского района. Она представила гражданам обновленную стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Подробности расскажет Александр Кочетов. Глава Самары Елена Лапушкина начала серию встреч с жителями, цель которых – презентация обновленной стратегии социально-экономического развития города до 2025 года. Первое такое мероприятие состоялось во вторник, 13 декабря, в Куйбышевском районе. Напомню, в 2013 году Самара стала одним из первых городов, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. К разработке привлекли представители профессионального сообщества и жители областного центра. Благодаря тому, что удалось учесть множество пожеланий и мнений, стратегия стала успешной. Однако за прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Чтобы документ не утратил своей актуальности, было принято решение о его корректировке. Многие сейчас могут задать вопрос, а зачем стратегия, как можно планировать на такой период времени. Но убеждена, что если мы с вами не будем заглядывать чуть-чуть за горизонт, в общем-то и город развиваться не будет. Я очень прошу вас сейчас представить себе город как единый организм, в котором есть 9 уникальных районов, в том числе и Куйбышский район. Но тем не менее, это остается единым организмом, который должен работать как часы. Все стратегические направления, предусмотренные стратегией 2013 года, актуализированы и нашли свое отражение и в новой редакции. Стратегия дополнена новыми приоритетными задачами. Среди них развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, развитие физической культуры и спорта, повышение уровня и качества жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и цифровая трансформация. На этой неделе обновленная редакция документа прошла успешное утверждение на заседании Стратегического совета и Городской думы. После основного доклада участники встречи получили возможность озвучить свои вопросы и предложения, которые касаются реализации стратегии. В частности, в одной из ее главных целей является повышение доступности образования. Уважаемая Елена Владимировна, просим вас предусмотреть создание новых мест для реализации образовательных программ, в частности, общего и дополнительного образования в микрорайоне Волгарь, а также дошкольного образования. Елена Лапушкина отметила, что в Волгаре строительство новой школы уже запланировано. Она будет рассчитана на 1200 мест. Образовательное учреждение позволит закрыть потребность в дополнительных местах. Кроме того, в этом году заканчивается ремонт детского сада в Долотном переулке. Также участники встречи затронули и вопросы развития туристического потенциала Кубышевского района. Здесь есть множество точек притяжения. Парк Дружбы народов, Турбазов с основным баром, озера в поселке Рубежный, Ерик-парк. И это только малая часть списка. Жителям пояснили, что в городе существует программа, которая направлена на привлечение туристического потока в город. И для участия в ней необходимо обратиться в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары к специалисту, курирующему отрасль туризма. Для повышения привлекательности района продолжится и развитие общественных пространств. Могу сказать, что в 2023 году мы продолжаем благоустройство Ерик-парка. Спасибо вам огромное, проголосовали очень активно. Третье место занял в рейтинговом голосовании, поэтому мы заходим и вдоль озер туда продолжаем развивать. Отметим, что в течение ближайших недель Елена Лапушкина проведет подобные встречи с жителями всех районов города. Александр Кочетов, Константин Головин, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Рабочие заканчивают переносить инженерные коммуникации. Также в историческом центре подходит к концу разработка стартового котлована, а в его основании занимаются подготовительным бетонированием. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновской. С прошлой недели на участке ведется армирование вибро и шумозащитной плиты. В дальнейшем продолжится следующий этап бетонирования. Все это связано с устройством разгрузочной плиты толщиной более метра. На нее смонтируют ложи под тоннель и проходческий щит, поверх которого предусмотрен монтаж арома упора, с которой щит будет отталкиваться и двигаться в направлении станции Алабинская. Напомню, в начале прошлой недели открыли движение в районе улиц Полевая и Новосадовая. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, по одной свободной полосе смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Кроме того, в этой зоне метростроя специалисты готовятся к следующему этапу частичного открытия движения транспорта по улицам Полевая и Самарская. До 20 декабря должна быть выполнена необходимая подготовка, прежде всего, временное благоустройство проезжей части дорог. Все процессы, связанные с возведением станции Театральная, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция Театральная свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Все-таки территории развиваются, Беземянки, да, и ведь принятие решения о строительстве станции Театральной, оно было связано с комплексным развитием территории Беземянки, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей, которые живут на Беземянке, в центральную часть города. И все те пассажиры, которые вот маршрут автобусный ходят, 34-й, 41-й, да, я считаю, что все, они просто-напросто перейдут на метрополитен, потому что он станет более привлекательный, комфортабельный, и намного быстрее можно будет добраться до центра города. Исполнить новогодние мечты депутаты Самары приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Дерево с открытками традиционно установили в зале заседаний городской думы, о чем дети просят Деда Мороза и его помощников узнала Светлана Кудрявцева. Вместе с разноцветными шарами и игрушками – яркие открытки. В городской думе началась благотворительная акция «Елка желаний». Каждый год депутаты исполняют мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы для себя приняли решение помочь Деду Морозу и оказать адресную помощь детям, которые у нас находятся здесь, в пунктах временного пребывания, эвакуированных из Донецко-Уганских народных республик. В ближайшее время, конечно, мы все пожелания реализуем, и затем уже делегацией традиционно направимся к детям. Мы туда добавим еще у нас уже и сладкие подарки. Традиционно в письме Деду Морозу и его помощникам в лице депутатов городской думы ребенок указывает свое имя, адрес и само желание. Игрушечный набор посуды. Наступает пора чудес, когда хочется детям сделать приятнее, чтобы дети больше улыбались. Футбольный мяч. Будущий футболист. Жалко не написано, сколько мальчику лет, но я думаю, мяч у него от Деда Мороза будет самый лучший. В «Елке желаний» принимают участие депутаты, члены молодежного парламента и общественного совета. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. РКС «Самара» проводит традиционную праздничную акцию в Новый год без старых долгов. Абонентам для участия нужно авансом оплатить услуги за декабрь до 28 числа. Тогда можно будет получить приятный подарок. Что приготовили ответственным потребителям, расскажем в следующем сюжете. Пенсионерка Людмила Тарасова всегда ответственно платит за коммунальные услуги. Признается, особенно приятно, когда за такой подход можно получить небольшой презент. Поэтому каждый год участвует в новогодней акции от РКС «Самара». В Новый год без старых долгов. Оплачивает холодное водоснабжение и водоотведение до конца года и приходит за подарком. Очень приятно. Ну а мне не все ли равно, когда платить. Месяцем раньше, говорю еще раз, месяцем позже. Ну, я считаю, что это маленькое, ну, во всяком случае, хотя бы эмоциональное, но радость. Традиционная акция РКС «Самара» в этом году стартовала 1 декабря. Абонентам для участия необходимо оплатить все долги, если они есть, и внести аванс за декабрь. Тогда они могут выбрать подарок – сладкий презент или скидка 100 рублей на январский платеж. Всегда приятно под Новый год получать подарки. С каждым годом число участников нашей акции возрастает. Категория граждан разная – это и пенсионеры, и люди в возрасте, и молодые люди. В этом году уже более тысячи самарцев приняли участие в новогодние акции. Всех участников ждут в центрах обслуживания клиентов РКС «Самара» до 28 декабря. Подарок и благодарность от компании за добросовестную и своевременную оплату гарантированы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Далее коротко о других темах дня. Специалисты рассказали, в какие страны предпочитают отправляться самарцы зимой. Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны превысил допандемийный уровень. Это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений. Самыми популярными странами для отдыха зимой у самарцев стали Таиланд, Армения, Шри-Ланка, Израиль и Турция. Для самых длительных поездок самарцы выбирают Турцию, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Едут туда на три месяца. Правительство России собирается разработать федеральный проект для поддержки отечественных разработчиков видеоигр. Документ подготовят к февралю. Об этом сообщает одно из федеральных изданий. Проект хотят реализовать в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Минцифры стала ответственным за создание проекта ведомством. А Миноборнауки сформирует новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров. Жительницу Самары будут судить за изготовление и использование поддельного паспорта. По версии следствия, в мае прошлого года она приобрела путем закладки паспорт гражданина иностранного государства, в который вклеила свою фотографию и поставила подпись. По поддельному паспорту открыла счет в банке. В августе того же года женщина направилась в отделение банка и, предъявив поддельный документ, попыталась снять денежные средства со счета. Однако сотрудник банка засомневался в подлинности документа и операция не была выполнена, рассказали в ведомстве. Теперь обвиняемый грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и одного года соответственно. Самарцам предлагают пройти опрос о системе дополнительного образования на портале госуслуги «Решаем вместе». Анкетирование проводит Департамент образования администрации города для повышения качества работы. Анкета является анонимной, полученные результаты будут использованы в дальнейшей работе. Принять участие в опросе можно до 31 декабря текущего года. Специалисты одной из самых популярных в России электронных библиотек назвали наиболее продаваемые электронные и аудиокниги в 2022 году. Произведение Ольги Примаченко к себе нежно заняло первое место. За год было продано более 74 тысяч экземпляров. Второй самой востребованной книгой стал роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984». Его продажи выросли на 45%. Тройку самых продаваемых книг замкнули мемуары «Переживший Холокост» Эдиты и Евы Эгер «Выбор» о свободе и внутренней силе человека. В пятерку также вошли произведения Татьяны Мужицкой и Фредерика Бакмана. Интерес и уважение к культуре малой родины в Самаре наградили победителей литературно-исторического конкурса «Золотое эссе губернии». Церемония прошла в администрации города. Лауреатами конкурса стали 20 школьников из Самарской области в разных номинациях. Подробности в сюжете. От архитектуры и кино к литературе. В Самаре наградили школьников, которые стали лауреатами конкурса «Эссе». В своих работах ребята рассказали об исторических личностях и памятниках архитектуры Самарской области. Написанию «Эссе» предшествовала большая работа, которую провел Поволжский историко-культурный фонд. Мы охватили большое количество образовательных учреждений не только городского округа Самара, но еще и Самарской губернии. Были показаны фильмы, портреты прошлого, опять же, истории Самары, архитектурная летопись Самарской губернии. Это и Головкин, и Аксаков, и Грот. То есть очень много было познавательного для ребят открыто на историческую тему. И в рамках вот этого проекта, киномарафон «Самарская губерния. Золотой фонд» мы провели литературно-исторический конкурс «Золотой эссе губернии». После просмотра работ, после знакомства с выставкой Вагана Гайковича Каркаряна ребята выбирали себе номинацию «Какая им ближе для души» и писали свое эссе. Свои работы на конкурс представили более 400 школьников разного возраста из Самары и других городов региона. 20 человек стали лауреатами, по 4 победителя в каждой номинации. «Исторические личности Самарской губернии», «Памятники архитектуры Самарской губернии», «Наши современники» и «Самарская губерния, устремленная в будущее». Школьников наградили дипломами и памятными сувенирами председатель городской думы Алексей Дегтев и члены жюри конкурса, доктор филологических наук, профессор Самарского университета Михаил Перепелкин и доктор исторических наук, заслуженный деятель науки России, почетный гражданин Самарской области Петр Кобытов. Вы прикоснулись к нашей истории, а для нас цена как история собственной семьи, как история той улицы, на которой мы живем, как история Самары и как история Великой России. И в этом отношении, когда мы занимаемся историей, мы так или иначе становимся созидателями, мы становимся творцами. Эти знаки, отличия, эти грамоты – это победа и вас, это победа ваших учителей, это победа ваших родителей. Всех благ вам и успехов в новом году. Всем победителям вручили памятные статуэтки, символизирующие синтез искусств. «У нас небольшой кораблик с вами, который плывет по волнам Волги нашей любимой, и этот кораблик сделан из кинопленки, и в этот кораблик, как парус, вставлено перо, а перо – это ручка, которой дети писали свое сочинение». Проект осуществлялся при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций Самарской области и администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. «Самара» вовсю готовится к новому 2023 году. В столице региона украшают улицы, заливают катки, монтируют праздничную иллюминацию. Делают все для того, чтобы самый волшебный праздник года самарцы встретили с комфортом и в хорошем настроении. Свою работу начали и елочные базары, а магазины, торгующие предметами для дома, выставили на витрины самые модные искусственные деревья. По каким критериям самарцы выбирают зеленых красавиц, какая елка лучшая, настоящая или искусственная, что практичнее и стоит ли переплачивать, с экспертами пообщалась Александра Гусева. Традиционно ближе к середине декабря на улицах города появляются елочные базары. Пройти мимо без соблазна приобрести ароматную еловую веточку не удается практически никому. Горожане подходят, чтобы рассмотреть деревья поближе и узнать о цене. Душистая зеленая елка – неизменный символ новогодних праздников. И каждый год перед самарцами встает один и тот же вопрос – какая елка лучше – искусственная или же натуральная? Живое хвойное дерево способно создать настоящую праздничную атмосферу, рассказывает Анастасия Садчикова. Ежегодно она приобретает елку в середине декабря – заранее. Это связано с тем, что запах хвои ассоциируется с праздничным настроением. Вот и в этом году Анастасия спешит выбрать главный символ Нового года и поскорее забрать его домой. На самарских елочных базарах сейчас можно приобрести сосну, пихту или ель – кому, что больше нравится. Я предпочитаю сосну, потому что, во-первых, у нее иголки не так падают. С квартиры это удобнее выносить, потому что у ели иголочки тоненькие, они потом осыпаются. И плюс у меня еще домашний питомец, который елку может потеребить. Хвойные деревья различаются не только количеством веток и толщиной иголок, но и ценой. В среднем сосну можно приобрести за 500-700 рублей, а вот душистую пихту – за 4-5 тысяч. Цена варьируется в зависимости от высоты и внешних параметров. Самая хорошая елка – пихта. Она вот пахнет, вот хорошая. И вот красиво будет. На Новом году будет красиво. Вот самая хорошая – пихта. И сосна. Однако некоторые горожане, зачастую жалея деревья, предпочитают их не покупать. Далеко не все знают, что ели, сосны и пихты срублены не ради продажи, а из практических соображений. В лесу к Новому году проводятся такие мероприятия, как рубка в молодняках. То есть убираются елки, буду называть их елками, те, которые мешают росту деревьев. В лесничествах целенаправленно высаживается деревьев чуть больше. Это делается для того, чтобы повысить процент приживаемости. Поэтому елки, которые продаются на рынках, те самые, что мешали росту своих собратьев. Но несмотря на эти факты, некоторые горожане считают покупку живого дерева непрактичным занятием. И все чаще идут в магазины для того, чтобы приобрести искусственную ель. Ведь среди них тоже немало красавиц. Искусственные елочки изготавливаются, бывает методом литья, это каждую веточку льют из резины. И бывают из ПВХ. Это мягкие такие ниточки, безвредная пленка из поливинилхлорида. Самый надежный вариант искусственной ели с полностью литым каркасом. Стоимость такого дерева начинается от 20 тысяч рублей. Дерево с каркасом из ПВХ будет стоить от 3 тысяч. С частично литыми частями от 12. Искусственная елка не осыпается и не желтеет. Такое дерево может прослужить более 10 лет. Мы продаем 5 лет. И я знаю, что некоторые елки еще служат. Резина просто, если ее хранить где-нибудь в жарком месте летом, то резина сохнет и портится. А литая елка – это резина. То есть это вылитые резины получат. То есть если ее не жарить летом, а у нас все-таки тепло, то пролежит. Но если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, можно создать елку своими руками. Создать елку – это отличная возможность провести время с семьей, отмечает Марина Штыкова. Вместе с мужем они уже 6 лет изготавливают новогодние дизайнерские елочки. Нам помог интернет. Мы нашли дизайн той елочки, которую мы хотели сделать. У меня муж просчитал, сколько нужно дерева. А дерево мы приобретали в специальном магазине. И, наверное, где-то неделю ушло на то, чтобы сделать елочку. Оригинальная и ни на что не похожая елочка, по словам Марины, может радовать глаз круглый год. Порой она становится неотъемлемой частью интерьера, так как на такой елочке можно сделать специальные полочки. В современном мире существует множество вариантов дизайна новогодней елки. Неважно, из чего она состоит. Главное – это настроение, которое она дарит. Александра Гусева, Максим Гусев, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Самарские крылья Советов открыли зимнее трансферное окно. Первой сделкой стало продление контракта защитника Глена Бейла, который сейчас является важной частью основного состава. Баскетболисты Самары продолжают бороться за место в первой восьмерке единой лиги. А самарские велосипедисты триумфально выступили на всероссийских соревнованиях. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Крылья Советов продлили контракт с защитником Гленом Бейлом до 2025 года. Нидерландец выступает за Волжский клуб с лета 2021. За это время он провел 45 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В текущем сезоне он стал одним из ключевых футболистов команды. В руководстве клуба заявили, что в зимнее трансферное окно намерены сохранить основных игроков состава. Баскетболисты Самары уступили в выездном матче регулярного чемпионата единой лиги, и столичным армейцам. На старте матча Волжан за собой повел вернувшийся после травмы Малкольм Томас. Самарцы ничем не уступали соперникам и держались на расстоянии одного точного броска. Во второй четверти Самары даже удалось выйти вперед, но на большой перерыв лидерами ушли игроки ЦСКА. Еще раз догнать оппонентов у самарцев получилось в начале третьей четверти, но после этого отрыв только увеличивался. 82-95, поражение Самары, команда занимает седьмое место в турнирной таблице. В Омске завершился Кубок России по BMX фристайлу в дисциплине парк. В соревнованиях приняли участие сильнейшие райдеры страны. В турнире среди женщин победительницей стала представительница Самарской области, действующая чемпионка России, победительница всероссийской спартакиады сильнейших Екатерина Круглова. Она набрала 29 очков и опередила в борьбе за победу петербурженку Анастасию Теребову. В Краснодарском крае состоялся заключительный этап всероссийских соревнований по велокроссу. В мужском турнире в категории «Элита» победил самарец Максим Гоголев. На втором месте белорус Денис Брицис. Третьим финишировал Илья Лужбин из Удмуртской республики. У юниорок первые два места заняли представительницы 63-го региона, сестры Тисленко. Дарья обошла Елизавету в борьбе за золотую медаль. Третье место заняла Анна Иванова из Чувашской республики. В Белоярском завершился 19-й Кубок мира по боксу среди нефтяных стран в памяти героя социалистического труда Салманова. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран. Представительница 63-го региона Елизавета Абрамова весовой категории до 70 килограммов завоевала бронзовую медаль. Далее эфир продолжит обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре ведется активная работа по заливке ледовых площадок. В этом году они по традиции появятся на дворовых территориях, около общеобразовательных учреждений и на общественных пространствах, информируют телеграм-канали промышленного района. В парке «Дружба» каток находится на центральной площади. Там установлен елочный комплекс со светодиодной иллюминацией. В парке «Гагарина» по традиции залита ледовая аллея. Это самый большой парковый каток. В парке «Пятидесятилетие октября» любители зимнего активного отдыха ждут два катка – в хоккейной коробке и на прогулочной аллее. Каток в парке «Победа» расположится на месте колеса обозрения. В центре площадки – елочный комплекс по периметру световой опоры с цветной подсветкой. На всех катках музыкальное сопровождение. Установлены пункты проката, теплые раздевалки, точки общественного питания. Ледовые площадки работают ежедневно с 10 до 22 часов с двумя техническими перерывами. Девять полезных постов о материнском капитале публикуют в телеграм-канале Куйбышевского района Самары. Материнский капитал – это мера поддержки для семей с детьми. С 2007 года его могут получить семьи на второго ребенка. А с 2020-го такое право появилось и у семей, в которых родился первый ребенок. Специалисты рассказывают о материнском капитале, условиях его использования и отвечают на самые актуальные вопросы, в числе которых – как получить маткапитал на оплату услуг, детских садов, кружков и секций, каковы размеры маткапитала в 2023 году и как произвести индексацию неиспользованного маткапитала. В преддверии снегопадов администрации Ленинского района провели совещание совместно с прокуратурой, ГЖИ, муниципальным предприятием ГАТИ и руководителями всех управляющих компаний ТСЖ и ТСН района по организации взаимодействия «Прячевский снег и кровель в зимний период», сообщает Телеграм-канале. На совещании доведен разработанный алгоритм информирования о предстоящих снегопадах и о порядке контроля за выполнением работ. Также ответственных за уборку снега предупредили об административной ответственности за недобросовестную работу. Как начать процедуру усыновления ребенка, оставшегося без попечения родителей? Подробную рекомендацию дает заместитель руководителя Департамента опеки, подпечительство и социальной поддержки Светлана Бьюговская. Для начала необходимо обратиться в городской Департамент опеки, где специалисты дадут перечень документов, которые понадобится собрать. Для того, чтобы стать усыновителем, нужно подать заявление и получить заключение от органов опеки о том, что вы можете взять семью ребенка. Кроме этого, необходимо будет пройти школу приемных родителей, чтобы убедиться в том, что желание взять ребенка в семью искреннее и осознанное. Более подробные рекомендации можно получить, посмотрев видео в телеграм-канале Департамента опеки, подпечительства и социальной поддержки. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова